Приветствую вас! В данном видео мы с вами будем изучать виджет под названием слайдер или как его еще переводят на русский язык ползунок то есть при помощи данного виджета мы можем с вами легко создать вот такой вот блок по которому двигается ползунок прокрутки и с помощью этого ползунка можно задавать различные значения и собственно затем использовать их в вашем скрипте очень часто вот такие вот слайдеры применяются на различных интернет-магазинах для указания диапазона цен к примеру, если мы откроем Яндекс.Маркет, выберем какой-нибудь товар либо категорию товаров, скажем так, выберем телефоны расширенный поиск и вот здесь, обратите внимание, мы можем задавать, скажем так, диапазон цен при помощи, опять же, вот такого вот слайдера при помощи двух ползунков мы задаем минимальную и максимальную цену так вот, в этом уроке мы с вами будем учиться реализовывать вот такой вот следующий функционал и его очень легко создать при помощи виджета слайдера опять же, если перейти на официальный сайт библиотеки jQuery UI в раздел Deimos и выбрать виджет, собственно, слайдер вот, то здесь мы можем увидеть различные стандартные примеры использования данного виджета так вот, сейчас мы с вами рассмотрим, как его использовать какие у него есть настройки и так далее и так, для сегодняшнего урока я создал вот такую вот небольшую HTML-страничку здесь, как обычно, подключен уже, подключена библиотека jQuery подключена библиотека jQuery UI подключен файл script.js, в котором мы будем ввести кодирование также подключены стили, которые мы с вами сгенерировали на официальном сайте библиотека jQuery UI вот, еще на прошлых уроках поэтому, все как обычно и то, что касается контента данной странички так, это два, скажем так, даже один блок и два блока input смотрите, первый блок, это блок div с идентификатором слайдер в этом блоке и будет располагаться наш, собственно, слайдер далее, следующие два блока, это два текстовых поля input и input text с идентификатором min и input text также с идентификатором maximum вот, собственно, мы в вот этих вот двух текстовых полях и будем выводить диапазоны c но это далее по ходу урока итак, как же отобразить, собственно, слайдер? да, еще в стилях, что я еще сделал, я для блока с идентификатором слайдер задал ширину и отступ от левого края, чтобы он не прижимался впритык к левому краю так, и для заголовка третьего уровня h3 я вот так вот обнулил внешний и внутренний отступ опять же, для чего я это сделал, мы далее посмотрим по ходу урока итак, как же работать с виджетом слайдер? ну, во-первых, как обычно, нам необходимо выбрать данный виджет при помощи библиотеки jQuery вернее, не виджет, а блок, в котором будет располагаться данный виджет поэтому, что мы делаем? выбираем блок слайдер так, и вызываем метод под названием слайдер данный метод принадлежит библиотеке jQuery UI так, и теперь, если мы перейдем в браузер и посмотрим, какой вид примет наш данный блок сейчас мы его вообще не видим то мы на экране увидим вот такую вот вещь то есть мы с вами уже задали слайдер видно, да? вот таким вот образом смотрите, сейчас это у нас обычный ползунок, который мы можем перемещать мышью также, если мы, к примеру, курсором мыши кликнем на произвольной области слайдера то ползунок сам переместится вот сюда вот вот таким вот образом, очень быстро видно, да? вот так вот то есть мы можем либо мышью перетащить ползунок либо, скажем так, вот так вот, кликая, перемещая туда и обратно понятно, да? вот таким вот образом дальше что еще я хотел бы сказать сейчас мы с вами рассмотрим некоторые настройки но перед этим давайте посмотрим каким образом сформирован сам вот этот вот слайдер то есть, если мы посмотрим в исходный код то мы видим, что в блоке div, который у нас изначально был создан сейчас располагается слайдер к данному блоку добавлен класс UI Slider так затем также добавлен класс UI Slider Horizontal есть, да? и, собственно, UI Widget это стандартно и UI Widget Content понятно, да? вот дальше непосредственно что теперь содержится в этом блоке? в этом блоке содержится тег A это, собственно, и есть у нас ползунок в самой библиотеке jQuery UI вот этот вот ползунок называется Handle понятно, да? и ему, собственно, добавлен класс UI Slider Handle понятно, да? и, конечно же, стандартный класс UI State Default то есть, состояние по умолчанию когда мы не наводим мышью на данный ползунок если мы наводим на ползунок то добавляется, собственно, класс UI State How если же мы кликаем то, конечно же, добавляется класс UI State Active понятно, да? в общем, как обычно, все стандартно далее мы с вами можем, смотрите изменить, собственно, структуру данного ползунка то есть, сейчас он сформирован тегом A но, скажем так, мы с вами хотим, чтобы ползунок был сформирован сформирован тем же, скажем так тегом H3 то есть, я указываю вот так вот H3 внутри того блока где мы будем с вами располагать слайдер я располагаю блок который должен сформировать, собственно, ползунок и обязательно указываю класс атрибут класс для данного блока и класс под названием UI Slider Handle вот так вот Slider Handle вот так вот то есть так слайдер немножко неправильно написал вот так вот вот, то есть, мы как бы вручную указываем нашему скрипту и, конечно же, закрываем H3 что ползунок необходимо сформировать используя вот этот вот элемент понятно, да? давайте это проверим перейдем в браузер обновим наш скрипт так, body открываем наш div и вот, собственно, ползунок уже сформирован обычным собственно, элементом H3 понятно, да? вот таким вот образом кстати, я убрал обтекание вот здесь вот вернее, внешний и внутренний уступ для того, чтобы данный ползуночек правильно располагался иначе он сместится немножко вниз немножко вправо и так далее понятно, да? вот, ну, это уже, так сказать дело стилей поэтому главное то, что мы с вами знаем теперь, как сформировать ползунок используя произвольные теги ну, мы будем использовать обычный тег A поэтому давайте я вот так вот закомментирую, чтобы нам не мешал данный блок а он останется вам как примером вот сейчас мы что сделаем просто обновим наш скрипт и все сделаем, как и было раньше так, это то, что касается, так сказать работы с данным слайдером по умолчанию теперь давайте рассмотрим как же можно управлять, собственно данным слайдером какие у него есть настройки какие методы и какие события как обычно, настройки мы передаем при помощи литерал объекта то есть, создаем свойства это имя настройки и задаем значение данного свойства это значение конкретной настройки так, и первая настройка это настройка Анимейт при помощи данной настройки мы с вами можем задать скорость выполнения анимаций то есть, когда мы можем увидеть анимацию тогда, когда мы управляем ползунком кликая по произвольному положению на блоке перемещения слайдера к примеру, вот я кликнул и слайдер мгновенно перемещается но, если я вот здесь вот задам скажем так, настроечку равную 1000 миллисекундам то есть, данная настройка принимает следующие параметры числовой параметр то есть, мы можем в числовом виде задать количество миллисекунд то есть, сколько будет выполняться данная анимация то есть, переход от исходного положения к новому положению на блоке перемещения слайдера либо мы можем задать одно из строковых значений скажем так, fast затем slow понятно, да? вот итак, давайте посмотрим как вообще отработает данная настройка смотрите, сейчас я задал значение настройки animate равное 1000 миллисекунд то есть, одна секунда и кликаем в произвольном месте на блоке перемещения слайдера вот, обратите внимание с анимацией длительностью 1 секунда ползунок занимает новое положение вот таким вот образом видно, да? собственно, кликаем и ползунок медленно перемещается дальше я могу задать скажем так строку fast напомню, что fast эквивалентно тому что мы введем сюда 200 миллисекунд так, обновляем наш скрипт кликаем и, собственно, видно, да? насколько быстрее перемещается наш ползунок можем задать slow slow это 600 миллисекунд давайте посмотрим вот, собственно, мы видим результат что сейчас ползунок двигается намного медленнее вот такая вот настроечка иногда полезная вот, поэтому используйте ее по своему усмотрению дальше следующая настроечка настроечка disabled довольно-таки стандартная настроечка настроечка, которая отключает работу слайдера если мы передаем значение true давайте проверим вот, собственно, обратите внимание слайдер сейчас не активен он отключен и работать с ним мы не можем дальше у слайдера есть пределы то есть есть минимальное значение и максимальное значение так, вернем false то есть движение ползунка когда он перемещается по блоку слайдера задает нам определенное значение то есть изначально когда ползунок стоит в крайнем левом положении его значение равное минимальному значению и это значение по умолчанию равно нулю когда мы передвигаем ползунок в крайнее правое положение то его значение равно максимальному значению и максимальное значение по умолчанию это значение 100 то есть минимум это 0 максимум это 100 по умолчанию и передвигая таким образом ползунок мы задаем определенное его значение то есть если вот так вот половина то это примерно 50 и так далее понятно да то есть каждая позиция данного ползунка равна определенному значению другими словами как будто это у нас шкала градуированная шкала от 0 до 100 и перемещая ползунок мы выбираем текущее значение понятно так вот чтобы задать минимум и максимум так как не всегда нам нужно чтобы минимум был 0 а максимум скажем так было равен 100 есть две настроечки минимум который задает минимальная так сказать значение слайдера и максимум который задает максимальное значение слайдера примеру мы можем поставить минимум 100 максимум 1000 теперь крайне левое положение это 100 крайне правое положение это собственно тысяча понятно опять же дальше мы вами изучим, как, к примеру, вывести значение слайдера, скажем так, в какое-то произвольное поле и мы это все наглядно увидим работу вот этих двух настроек. Понятно, да? Еще раз повторюсь, что минимум и максимум задают минимальное и максимальное значение для нашего слайдера. Дальше. Очень полезная настройка, настройка Step. По умолчанию ползунок перемещается через скажем так, шаг равен одной единице. То есть, если здесь у нас 100, то единичный шаг, скажем так, перемещение, это единица. Мы можем указать, что шаг будет равен, скажем, 100. При этом, если у нас максимальное значение слайдера это 1000 и шаг 100, ползунок сможет 10 раз скажем так, выполнить перемещение по данной по данному блоку. Итак, давайте посмотрим, обновляем наш скрипт. И смотрите, перемещаем слайдер и обратите внимание, видно, да, сейчас его движение вот такие вот прерывистые с шагом, равные 100 единиц. Понятно, да? Точно так же мы можем поставить 500. И теперь мы ползунок можем переместить только в центр и только, скажем так, в крайнее правое положение. Вот таким вот образом. Ну, конечно, не в центр, так как у нас минимальное значение это не 0, а 100. Вот. Это то, что касается настройки степ, ну, давайте вернем ее в значение по умолчанию, а либо лучше вообще закомментируем. Вот таким вот образом мы к ней еще вернемся. Хотя, пускай будет, пусть будем ее дальше использовать. Дальше, следующая настройка позволяет управлять расположением нашего слайдера. То есть, слайдер может быть расположен как горизонтально, так и вертикально. То есть, смотрите, если использовать настройку Orientation вот так вот и передать ей значение Vertical, то наш слайдер будет выглядеть вот таким вот образом. Но, сейчас мы задали довольно-таки большую ширину для блока слайдера, чтобы он нормально отображался горизонтально. Давайте изменим данную ширину, скажем, на 12 пикселей. Вот так вот. И обновим наш скрипт. Вот, обратите внимание, слайдер теперь отображается вертикально и ползунок перемещается от крайней нижней точки до крайней верхней точки. Работа и его функционал остались прежними. То есть, он как задавал определенное значение путем своего перемещения, так и задает. Но, перемещается при этом он от крайней нижней до крайней верхней точки вертикально. Понятно, да? Ну, давайте вернем значение горизонтал. Данное значение является значением по умолчанию. Вот. И следующая настроечка, очень полезная настроечка, настроечка Range. Используя данную настроечку, мы с вами можем как бы подсвечивать либо минимальное, скажем так, минимальное значение какой-то величины, либо наоборот максимальное. То есть, смотрите, если я передаю настройки Range строковое значение Min, то в этом случае, смотрите, перемещая ползунок слайдера, только давайте ширину слайдера вернем в значение 200 пикселей. Так, обновляем. Вот, смотрите, если я указал в настройке Range значение Min, и теперь перемещаю ползунок слайдера в правую сторону, то у меня как бы закрашивается область, начиная от левой крайней точки, от начального положения слайдера до его, собственно, положения. То есть, мы как бы задаем таким вот образом минимальное значение какой-то величины от нуля до, собственно, положения ползунка слайдера. Понятно, да? То есть, используя настройку Range и ее значение Min, мы как бы подсвечиваем минимальное значение какой-то величины. То есть, величина от нуля до определенного значения ползунка. Если же в свою очередь мы передадим сюда настройку Range, равную Max, то в этом случае мы с вами будем подсвечивать уже максимальное значение какой-то величины. То есть, подсвечиваем, начиная от крайней правой точки до ползунка слайдера. То есть, отмечаем максимальное значение какой-то величины. То есть, мы максимальное значение вот таким вот образом как-то варьируем, подсвечивая и показывая пользователю. Если же мы передадим сюда значение True, вот так вот, то в этом случае мы с вами увидим вот такую вот вещь. Мы с вами увидим два ползунка, используя которые, так, давайте я изменю шаг, Step равное 100, вот таким вот образом. И вот таким вот образом посмотрим на наш слайдер. Смотрите, я перемещаю первый ползунок. Так, кажется, я не сохранил. Да, конечно, не сохраняем. Обновляем наш скрипт. И смотрите, теперь на слайдере отображаются два ползунка. И используя два ползунка, мы с вами задаем диапазон каких-то значений. И как раз-таки данный диапазон вот так вот подсвечивается серым цветом, то есть указывает, что мы выбираем диапазон каких-то значений. Теперь смотрите, у каждого из этих ползунков есть свое значение. Опять же, начиная от минимального значения слайдера до максимального. То есть минимум и максимум для них никто не отменял. Но у каждого ползунка сейчас содержится какое-то определенное свое значение. Вот таким вот образом, собственно, мы с вами задаем предел, то есть диапазон различных значений, цен и так далее. Дальше. Если у нас, к примеру, давайте закомментируем Range для начала. Если у нас в слайдере используется всего лишь один ползунок, мы можем, используя настроечку Value, задать ему значение по умолчанию. Скажем, значение равное 400. В этом случае при обновлении странички наш ползунок сразу же будет занимать положение в 400, положение равное 400. Понятно, да? То есть минимальное у нас, то, которое ограничено настройкой Min 100, максимальное, то, которое ограничено настройкой Max 1000, и значение по умолчанию, так сказать, для слайдера равное 400. Поэтому вот так вот он занимает свое положение. Конечно, мы можем изменить и так далее. Если же у нас используется, скажем так, два ползунка, то для этого, для того, чтобы установить их, скажем так, в какие-то начальные позиции, мы используем уже настроечку Value, вот так вот. и передаем ей массив. В первой ячейке данного массива мы передаем значение первого ползунка, скажем, 300, а во второй ячейке мы передаем значение второго ползунка, скажем, 700. Вот так вот. Да? Согласна? Да? Теперь обновляем наш скрипт. И вот, так, какая-то ошибочка у нас произошла. Я забыл запятую. Вот так вот. Так, еще раз обновляем наш скрипт. И вот, собственно, мы видим, что первый ползунок сейчас установлен в значении 300, второй в значении 700. То есть, вот таким вот образом мы как бы сразу задаем положение по умолчанию для двух ползунков. Это то, что касается настроек данного виджета. То есть, мы с вами рассмотрели все настройки, которые есть у данного виджета. Теперь давайте посмотрим методы. Опять же, методы довольно-таки стандартные. И вызываются они, как и у обычного виджета, стандартно. То есть, используя элемент, у которого мы вызываем слайдер, мы вот так вот вторично как бы вызываем метод слайдер после инициализации основного нашего виджета. И в скобочках вот сюда вот передаем собственно имя методов. Метод destroy. Данный метод, как обычно, разрушает полностью функционал нашего слайдера. Давайте это проверим. Вот, собственно, обратите внимание, слайдер исчез, так как его функционал полностью разрушен. Дальше, метод disable. как бы отключает наш слайдер. Видно, да, он сейчас не активен. Противоположный ему метод enable, который включает, собственно, в работу наш ползунок слайдера. Вот таким вот образом. Дальше, стандартный метод option. Метод option, который присутствует в любом виджете библиотеки jQuery UI. И что он делает? Напоминаю, опять же, если мы вызываем его вот так вот без параметров, то он вернет, собственно, объект вот этих вот настроек, которые мы с вами использовали при инициализации слайдера. И, собственно, возвращает нам объект, поэтому доступ к каждой настройке мы можем получить вот так вот, обращаясь к каждой, скажем так, настройке по свойству. Ну, к тому же, к той настройке orientation мы можем обратиться вот таким вот образом и это все дело проверить, используя тот же alert. вот таким вот образом обновляем наш скрипт и видим горизонтал. Понятно, да? Вот. Дальше, если мы методу общим передаем параметрам, скажем так, имя какой-нибудь настройки, то, опять же, данный метод вернет нам значение этой настройки. Опять же, мы на экране видим горизонтал. Если же мы передаем параметрам методу общим второй параметр, собственно, значение той настройки, имя, которое мы указываем во втором параметре, вот так вот, то, собственно, новое значение будет присвоено вот этой вот настройке. То есть, я могу наказать vertical, то есть, другими словами, я изменяю значение настройки orientation, которое передается как бы первым параметром методу option, на значение на значение вертикал, которое я передаю методу option вторым параметром. Так, сохраняем, переходим в наш скрипт, обновляем, и, собственно, что мы с вами видим? Мы с вами видим вот такую вот вещь. То есть, слайдер уже располагается вертикально. То есть, стандартно, опять же, стандартное использование метода option. Опять же, можно передавать вот сюда, вот, литерал объектом несколько настроечек сразу, опять же, указывая имя, свойство, значение и так далее. Это то, что касается, собственно, настройки option. Дальше, следующая настройка, очень полезная настройка, настройка value. Скажем так, если у нас мы используем один пазунок слайдера, то, используя настройку value, вот так, вот так, а вот здесь, вот я использую, скажем так, настройку value, задам, скажем так, начальное положение слайда, равное 400. Метод value как раз-таки возвращает нам текущее значение слайдера. Сейчас мы увидим на экране значение, равное 400, так как по умолчанию наш ползунок установлен в значение 400. единственное, необходимо закомментировать range, вот так вот, а step можно, в принципе, оставить. вот, чтобы у нас на слайдере располагался всего лишь один ползунок. Вот, сейчас этот один ползунок занимает положение, равное значению 400, и, собственно, метод value возвращает нам текущее значение слайдера. Если же мы используем, скажем так, два ползунка, так, и, скажем так, их начальное значение 300 и 700, то метод value нам уже использовать не нужно, нам использовать нужно метод value yes, который вернет нам уже, собственно, массив из текущих значений ползунка слайдера, это обычный массив, и если мы хотим, скажем так, используя метод value, получить, скажем так, значение только первого ползунка, то мы используем индекс его 0, то есть, по умолчанию индекс первого ползунка это 0, вот так вот, давайте посмотрим, мы увидим значение 300, если же мы хотим увидеть значение второго ползунка, то мы передаем его индекс 1, вот таким вот образом, обновляем, видим 700, вот, опять же, что метод value, что метод value работают не только на то, чтобы возвратить какое-то значение, то есть, посмотреть значение, текущее значение ползунка слайдера, а, используя данные методы, можно непосредственно установить новое значение для ползунка слайдера, к примеру, используя метод value мы давайте установим значение для второго ползунка с индексом 1, равное, скажем так, 1000, максимальному значению, вот так вот, давайте посмотрим, обновляем наш скрипт, и, собственно, видно, да, ползунок переместился в крайнее правое положение, если я использую индекс 0, я обращаюсь уже к первому ползунку, и его значение поставлю, скажем так, равное 100, то есть, минимальному значению, давайте это посмотрим, вот, собственно, обратите внимание, ползунок занял свое, так сказать, новое положение, понятно, да, опять же, то же самое, если мы используем метод value, то есть, если я вторым параметром передаю какое-то значение, то, значит, когда мы с вами работаем с одним ползунком, вот таким вот образом, сейчас смотрите по умолчанию, значение ползунка равное 400, вот, видно, да, но используя метод value и передавая ему, скажем так, новое значение, опять же, 1000, я задаю новое значение для ползунка, таким образом, он перемещается в крайнее правое положение, вот таким вот образом, очень полезные методы, очень часто используются и знать о них нужно, вот, теперь, смотрите, используя метод values, что еще я хотел бы вам сказать, смотрите, можно передавать массив значений, то есть, к примеру, вы хотите, используя метод values, сразу задать новое положение для обоих ползунков, для этого вы указываете массив, в первой ячейке указываете новое положение для первого ползунка, во второй ячейке новое положение для второго ползунка, вот таким вот образом, обычным массивом, и, собственно, два ползунка занимают свои новое положение, вот таким вот образом. На этом методы методы виджета слайдер закончены, теперь переходим к событиям. Итак, первое событие, событие change. Данное событие срабатывает тогда, когда изменяется, собственно, значение ползунка слайдера, не просто мы его перемещаем, а когда мы с вами заканчиваем перемещение и устанавливаем его на новое, так сказать, местоположение, то есть, задаем ему новое значение, понятно, да? При этом выполняется функция, вы можете либо здесь описать функцию, либо описать ее где-нибудь в другом месте, а здесь указать ее название. данная функция принимает два параметра event и объект UI. Event это объект события, UI это объект библиотеки jQuery UI. И, собственно, в данном объекте есть полезное свойство в value, то есть, текущее значение ползунка слайдера. Вот, смотрите, к примеру, будем работать мы с одним ползунком. Вот таким вот образом, range, закомментируем. скажем так, при изменении значения ползунка слайдера, что мы с вами сделаем? Мы с вами обратимся к полю с индексом минимум, то есть, вот это вот текстовое поле с идентификатором минимум. Есть, да? И затем, используя метод wall, метод wall, напомню, что устанавливает определенное значение атрибуту в value выбранного элемента, либо, собственно, его читает, если мы ему не передаем параметры, но нам необходимо в значение атрибута в value записать новое значение, поэтому данное значение мы должны передать ему как параметра. Так вот, используя объект UI, мы используем свойство value. Вот это вот свойство value соответствует значению слайдера, понятно, да? То есть, значению данного ползунка. То есть, мы его перемещаем в новое положение, и данное положение value. Давайте это проверим, обновляем наш скрипт, и перемещаем ползунок. Смотрите, сейчас, пока я его перемещаю и держу, собственно, зажатой кнопку мыши, ничего не происходит. Но, как только я отпущу кнопку мыши, то есть, остановлю наш ползунок в каком-то месте, изменю его значение, собственно, данное значение мы видим в текстовом поле. Опять же, я его перемещаю куда-нибудь в другое место, видим 200. Вот таким вот образом. Понятно, то есть, событие change срабатывает, когда изменяется, собственно, текущее значение ползунка слайдера. Понятно, да? Вот таким вот образом. Дальше, следующее событие, событие create, ну, думаю, здесь и так все понятно. Событие create срабатывает, когда, собственно, создается данный виджет. Вот, и здесь можно написать что-нибудь вот такое, alert create. Вот таким вот образом сохраняем, обновляем наш скрипт. Так, здесь укажем create, вот так вот, обновляем наш скрипт и, собственно, видим на экране отработку метода alert. Вот таким вот образом. Дальше, следующее событие, это событие slide. Очень интересное событие, очень часто используется. Смотрите, данное событие срабатывает, когда мы с вами перемещаем ползунок слайдера, то есть, данное событие срабатывает постоянно, то есть, как только мы переместили слайд, ползунок слайдера хотя бы на единицу, сразу же срабатывает данное событие. Здесь мы с вами будем уже работать с двумя ползунками. Вот так вот. И что мы здесь делаем? Смотрите, у, собственно, функции, которая обрабатывает событие slide, опять же, она принимает два параметра, параметр event и параметра UI, и у параметра UI есть свойство value yes, вот такое вот, которое содержит в себе массив, скажем так, значений двух ползунков слайдера. Так вот, мы, скажем так, что с вами будем делать? При перемещении ползунка слайдера минимальное значение будем записывать вот это вот, текстовое поле, максимальное вот это вот. То есть, значение первого ползунка мы запишем вот сюда, значение второго вот сюда. Как мы это сделаем? Смотрите, когда у нас сработает событие slide, мы с вами что сделаем? Обратимся к текстовой форме с идентификатором минимум, вызовем метод wall и передаем ему значение. Обращаемся к объекту UI, обращаемся к свойству value yes и скажем так его индексу скажем так 0. Согласно, да? Вот. Дальше мы с вами обращаемся к полюс идентификатором максимум, вызываем метод wall, вызываем объект UI, вызываем свойство values и его индекс 1. Вот таким вот образом сохраняем, переходим в браузер, обновляем. Так, какая-то ошибочка у нас произошла, давайте проверим. Так, 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 на первый взгляд все вроде бы правильно, давайте посмотрим при помощи файрбага, какие у нас ошибочки. Так, да, что-то с синтаксисом, вот так вот. Так, ну конечно, здесь пропущена запятая, давайте это проверим. Так, вот собственно все нормально отработало и смотрите, перемещаем первый ползунок слайдера. Обратите внимание, мы видим, что изменяется значение поля от, то есть, минимальная цена. Теперь перемещаем второй ползунок слайдера и изменяется вот это вот текстовое поле, то есть, максимальная цена. Вот таким вот образом, обратите внимание, мы динамически с вами, как бы, показываем пользователю изменение диапазона цен. Если же мы берем настроечку степ, то теперь у нас все будет происходить более плавнее, то есть, вот таким вот образом изменяем, видно, да, максимальную цену, вот таким вот образом изменяем минимальную цену. Вот для этих целей и в основном используются события слайд. Так, есть еще события старт, довольно-таки редко использующееся событие, событие, которое срабатывает в момент, скажем так, так, необходимо удалить алерт, чтобы он нам не мешал. Вот событие, которое срабатывает, когда мы только начинаем движение ползунком. Вот, смотрите, сработало данное событие и затем, сколько бы я не перемешал ползунок слайдера, у меня значение в поле от не поменяется, видно, да? Опять же, для второго ползунка, вот я начинаю движение ползунком и, собственно, видно, да, как только я начинаю движение ползунком, изменяется значение в текстовом поле до. Но, дальше, сколько бы я не двигал данный ползунок, ничего у меня больше не происходит. Вот таким вот образом. И, как бы, противоположное ему событие, событие стоп, событие, которое, как бы, срабатывает, когда мы, собственно, заканчиваем перемещение. То есть, вот я начинаю перемещение, ничего не происходит, где-то здесь я его заканчиваю и, собственно, видно отработку. Точно так же для первого ползунка, видно, да, как только мы останавливаем перемещение ползунка, то, собственно, и срабатывает данное событие. Вот это и все события, которые есть вообще в данном виджете. Вот мы с вами и рассмотрели все настройки, методы и события данного виджета Согласитесь, виджет очень полезен и довольно-таки функциональный На официальном сайте библиотеки jQuery UI вы можете увидеть различные способы применения данного виджета Это и задание цвета, это и различные вот такие вот сползунки для, скажем так, графического эквалайзера Различные применения для указания диапазона цента, что мы с вами рассматривали и так далее Но данный ползунок еще можно использовать в довольно-таки нестандартных формах применений К примеру, здесь есть пример, сейчас я его найду Вот слайдер скролл бар, который позволяет, используя данный виджет, перемещать вот так вот заданные блоки Видно, да? Собственно, сам ползунок это вот И когда мы перемещаем его в новое положение, то мы видим на экране, как выполняется передвижение определенных блоков Скажу сразу, что вот эти вот блоки это не что иное, как один огромный блок, который тянется вот сюда вот вправо Так? И он как бы не виден, потому как он выходит за пределы вот этой вот области Когда мы перемещаем ползунок, срабатывает событие слайд И данный блок попросту смещается в левую сторону, то есть изменяются его отступы Левый внешний отступ, margin-left и так далее Понятно, да? Вот таким вот образом Так вот, используя вот этот вот функционал, мы на нашем сайте web4myself создали так называемый ротатор курсов Ну, давайте я его покажу вам Он у меня сохранен уже для примера Ротатор slide.html Так, вот, так, что-то я localhost Давайте вот так вот сделаем Вот, собственно, слайдер Вот, собственно, данный ротатор Обратите внимание, этот ротатор выполнен, используя виджет слайдер Сам слайдер вот Но он, как бы, в принципе, здесь использован в таком вот неком нестандартном применении Почему? Давайте быстренько посмотрим его исходный код Так, его основной файл slider.html По html-разметке Так, давайте удалю лишний код, который здесь нам не нужен, чтобы он вас немножко не сбивал с толку Смотрите, есть блок div, ротатор Вот, и, собственно, у нас есть так называемые слайды Те слайды, которые мы видим вот здесь, вот, которые здесь перемещаются Первый слайд, второй, третий и так далее То есть, вот эти слайды Обычные блоки div, которые следуют друг за другом Стандартные обычные блоки div, в которых некий контент То есть, вот этот вот контент, что мы с вами видим на экране Грубо говоря, это один блок div Это вот второй и так далее То есть, блоки div Которые, в свою очередь, располагаются в глобальном блоке scroll content Понятно, да? Вот Если же мы посмотрим при помощи firebug То мы увидим, что вот наш div с денификатором rotator Видно, да? Это общий блок div В нем располагается Так, так, давайте найдем, собственно, вот наши Видно, да? Вот первый слайдер, вот второй, вот третий и вот четвертый То есть, мы их не видим, они вот здесь, вот справа И когда отрабатывает наш слайдер, собственно, когда мы перемещаем ползунок То просто задается, как бы, левый внешний уступ И таким образом данный блок, который выступает здесь, вот за пределы, он смещается Так вот, это то, что касается html-разметки То, что касается логики самого скрипта Давайте откроем Смотрите Здесь в начале что идут? Идут некоторые настроечки Частота смены слайдов И, собственно, ширина одного слайдера То есть, ширина данного блока Вот Здесь есть количество данных блоков Зачем нам нужно количество? Смотрите Как вы можете заметить, ползунок слайдера Здесь немножечко больше, чем у нас вот здесь То есть, у нас здесь ползунок слайдера Это обычный квадратик Но, вот здесь вот, это уже определенная прямая Которая зависит от количества Вот этих вот слайдов На нашем слайдере То есть, чем больше слайдов Чем меньше вот эта вот полосочка Она, как бы, показывает Сколько примерно Вот так вот ориентировочно у нас слайдов Чем больше их, тем она будет меньше Понятно, да? Эквивалентно, как бы, вот этой вот стандартной полосе прокрутки Так вот, для того, чтобы ее рассчитать Необходимо знать количество вот этих вот слайдов А значит, ширину вот того вот большого блока div В котором располагаются вот эти вот все маленькие слайды Вот, собственно, количество Теперь, смотрите Собственно, вот мы с вами инициализируем слайдер Вот я его вызываю у блока с классом scrollbar То есть, вот данный блок Так, 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 выше поднимемся Так, давайте его найдем Немножко я потерял его Так, так, так А, ну вот, собственно, он в самом низу То есть, это блок вообще располагается внизу То есть, это наша, как бы, панелька управления Вот идут отдельные слайды Вот идет отдельный блок Вот, видно, да? Вот, собственно, в самом скрипте мы вызываем данный блок Видно, да? И я сразу же в переменную сохранил, как бы, вызов, инициализацию данного слайдера Создаем настроечки Минимальное значение Максимальное значение Максимальное значение равно количеству наших слайдов Вот таким вот образом И смотрите, когда выполняется функция события слайд Мы с вами что делаем? Здесь идут небольшие расчеты Но все сводится к тому, что, смотрите Левый внешний отступ мы с вами постоянно изменяем То есть, как только перемещается ползунок слайдера Мы с вами изменяем левый внешний отступ То есть, берем текущее значение слайдера Отнимаем ширину слайда Давляем пиксели и так далее То есть, я сейчас не буду вдаваться в подробности работы данного скрипта Так как это займет у нас приличное время В принципе, за основу взята вот эта вот вещь То есть, вот этот вот функционал, его исходный код На досуге можете посмотреть, как он работает Но факт в том, что вы сейчас видите реальное применение данного виджета Уже на нестандартном примере Понятно, да? Собственно, вот отрабатывает события слайд Сдвигаются наши слайды в сторону И таким образом мы видим вот такой вот ротатор курсов Понятно, да? Вот эти вот кнопочки я уже вручную добавил Используя клик для правой кнопочки И метод клик для левой кнопочки Которые просто обращаются к нашему слайдеру Обращаются, используя метод option к свойству value И задают как бы новое значение для, собственно, ползуночка И тем самым ползуночек смещается Срабатывает событие слайд Вот, и таким образом, опять же, смещаются наши слайды В ту или иную сторону Вот таким вот образом Опять же, функция mySlide Это функция, которая выполняется, используя метод setInterval Которая выполняется, скажем так, с частотой Которая задана вот здесь вот Сейчас за той 2 секунды То есть, сейчас за той 2 секунды Вот эти вот наши курсы постоянно перелистываются Тем самым отрабатывает функция вот эта вот Так, 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 где она? Немножко потерял MySlide, понятно, да? То есть, каждые 2 секунды отрабатывает вот эта вот функция Которая, опять же, обращается к слайдеру И постоянно сдвигает контент на лево Вот Ну и, собственно, вот этот вот остальной код Необходим для расчета, скажем так, нашего скраббара Вот этого вот ползунка и так далее Видно, сайт скраббар рассчитывает величину вот этого вот ползунка В принципе, она точно такая же, как и вот здесь Вот в исходном коде данного примера Вот так вот можно применять данный слайдер Опять же, в нестандартных условиях Так, по стилям я вам кратко сказал, что стили это UI слайдер Стили это, собственно, как обычно UI state default Стиль по умолчанию для ползуночка Теперь, если вам необходимо изменить, скажем, размеры, собственно, самих ползунков То вам необходимо что сделать Перейти в файл стилей библиотеки jQuery UI И найти стили, которые отвечают за данный ползунок Как я вам и говорил, это стили UI слайдер handle Поэтому давайте их найдем UI слайдер handle Вот, собственно, данный стиль И вот, собственно, обратите внимание Здесь есть ширина и высота Собственно, если я вот таким вот образом изменю ширину данного ползунка То мы увидим следующее С вами видно, да, ползуночки стали вот такого вот размера Узенькие Вот, но Обратите внимание, что они как бы сдвинуты Относительно вот этой вот области, которая показывает диапазон, скажем так, значений Поэтому нам необходимо вот эти вот ползунки немножечко подвинуть в сторону Как мы это с вами сделаем? Смотрите, очень просто Необходимо найти правило Вот, UI слайдер горизонтал, UI слайдер handle Видно, да? То есть, внутри класса UI слайдер горизонтал В блоке с классом UI слайдер горизонтал Есть блок с классом UI слайдер handle То есть, наш ползунок И вот, собственно, указано, так сказать, указано смещение Внешний левый отступ минус 0,6ем Если я поставлю вот так вот, минус 0,3ем То мы с вами видим следующее, что ползунки уже сместились на свое, так сказать, исходное состояние И теперь правильно, так сказать, показывают и задают диапазон Вот таким вот образом Опять же, класс UI слайдер горизонтал Вот, задает, собственно, высоту для блока перемещения самого слайдера То есть, если я вот здесь вот укажу, скажем так, 0,2ем То вот этот вот блок также уменьшится в размерах Вот таким вот образом Видно, да? То есть, опять же, вот эти вот классы отвечают за блок передвижения слайдера Собственно, UI слайдер горизонтал и UI слайдер handle Отвечают за, собственно, сам ползунок прокрутки Вот, ну, конечно же, то, что я говорил UI state default Состояние по умолчанию для ползунка И правила для него Так, давайте найдем Они должны быть где-нибудь вот здесь Вот они Затем UI state hover Класс, который добавляется ползунку при наведении мыши на него И, собственно, UI state active При активном состоянии ползунка Ему добавляется данный класс Как обычно, как и в других виджетах Думаю, этого вам вполне достаточно Для того, чтобы стилизировать слайдер Под свои нужды Под дизайн вашей HTML страницы На этом данный блок Данный урок я завершаю Всего вам доброго И увидимся в следующих уроках нашего курса